Всем привет, на связи проект Maboo. Maboo это платформа мобильной разработки, работающая по нескольким направлениям, а именно разработка мобильных приложений и обучение на профессию мобильного разработчика. В сегодняшнем видео мы поговорим об одном из часто спрашиваемых вопросах, а именно как быстро стартовать в андроид разработки. Я также вам дам подробный план для оперативного старта. Видео будет разбито на главы, так что вы можете переключаться на интересующую вас тему. Но если вы хотите узнать все подробности, то я советую вам посмотреть это видео сначала и до конца. А мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. Конечно же мы как правило хотим быстро освоить какой-то навык и вы наверное как и я не очень любите возиться в какой-то там теории, а использовать только практический опыт. Но к сожалению волшебной таблетки, при которой вы сможете за 3 часа, за неделю или вообще за месяц стать андроид разработчиком не существует. Но можно при правильном подходе, при правильном построении обучающей программы, свести срок обучения на андроид разработчика до 3 месяцев. Это реально. И в этом видео я вам расскажу как это можно сделать. Я разделил процесс оперативного изучения андроид разработки на 7 этапов. Эти все этапы мы проходим за 3 месяца по программе андроид разработчик за 3 месяца. Ссылка для консультации есть в описании под видео. Также под видео есть ссылка по которой вы можете перейти и более подробно знакомиться с курсом. Итак, с чего же начать обучение андроид разработчика? Да, я как ранее сказал, я разделил программу на 7 этапов, но есть еще нулевой этап. На этом этапе по хорошему нужно установить на ваш ПК java машину, также скачать и установить андроид студию и включить на смартфоне, на котором вы будете тестировать ваше приложение. На нем в общем нужно включить режим разработчика и соответственно все подготовить как к обучению андроид разработке. На первом этапе вам нужно изучить главный язык программирования под андроид, это котлин. Не нужно изучать досконально все, нужно примерно за полни деньги пройтись по главным аспектам. Это переменные, операции, операторы, функции, условные операторы, то есть if, else, while, циклы и коллекции. Также вам нужно поверхностно познакомиться с объектно ориентированным программированием, то есть научиться создавать классы, интерфейсы, создавать объекты под эти классы. И необходимо научиться правильно использовать эти объекты в составе классов и с использованием интерфейсов. Также вы должны понять и узнать о применении трех основных принципов ООП, это наследование, инкапсуляция и полиморфизм. Также я вам советую сосредоточить свое внимание не на такой уж очевидной теме, но все равно на теме модификаторов доступа. Понять, где нужно использовать private, где не нужно использовать private и понять, почему максимально нужно все свои данные, переменные, функции, объекты максимально делать закрытыми через использование модификаторов private. Ну а где это не предусмотрено вашей логикой, вашего приложения, то вы этого, конечно, не должны делать. Но все равно я вам советую проработать этот аспект, который связан с модификатором доступа. После того, как вы освоили основу языка Kotlin, вам нужно разобраться уже в основах Android разработки. Вы должны запустить студию, подключить свой смартфон, запустить на своем смартфоне пустой проект. Если получилось, все отлично. Затем нужно разобраться со структурой проекта, понять, что в какой папочке находится. Нужно разобраться, как создаются экраны, поработать с activity и фрагментами, понять, в чем они отличаются. Нужно научиться передавать данные между activity, между фрагментами, из activity во фрагменты. Также сразу стоит научиться использовать data binding, как использовать ресурсы и для чего вообще ресурсы предназначены. Конечно же, нужно научиться верстать простые экраны с классическими виджетами. И, конечно же, нужно также разобраться с тем, как взаимодействуют классы с XML шаблонами. Обязательно нужно остановиться на стандартных виджетах. Кнопки, текстовые поля, поля для ввода информации, чекбоксы, радиокнопки, свитчи, слайдеры. Нужно поработать с ними, понять, как их создавать и как их использовать. Конечно, в основном все эти виджеты не будете использовать в основной разработке, потому что, как правило, вместо классических виджетов мы используем виджеты из библиотеки Material Design. Но о ней мы поговорим чуть позже. Очень важно научиться работать с событием тапа, то есть клика по элементам интерфейса, то есть фактически по виджетам приложения. На третьем уровне, когда вы уже разобрались с основами, необходимо погрузиться в UI мобильного приложения. То есть нам необходимо изучить все современные виджеты, используемые в мобильных приложениях. На этом уровне нам необходимо научиться наполнять наше мобильное приложение именно элементами управления, то есть виджетами. Все современные виджеты поставляются библиотекой Material Design. Но с изучением в библиотеке Material Design есть небольшая, или можно сказать, такая большая проблемка. Если вы перейдете на официальный сайт, то увидите, что вся информация является справочной. То есть да, там указаны какие методы для обработки событий в том или ином виджете нужно использовать, какую верстку делать. Но просто указаны какие методы. Многое нужно будет вам искать в Google или додумывать самостоятельно. Если виджет особенно какой-то новенький, то вы мало что найдете. То есть проблема в том, что информация по использованию виджетов на официальной странице Material Design дана в очень маленьком количестве, примерно в районе 40% от того объема информации, который вам нужен для правильного использования этого виджета. Я сам при изучении Material Design потратил на то, что по каждому виджету доискивать информацию, искать более новые современные подходы к их использованию. В общем, на это все я потратил примерно 3 месяца. Абсолютно знаю и понимаю, насколько трудно искать правильные подходы к использованию виджетов Material Design. Именно поэтому вам стоит обратить внимание на мой курс Android Разработчик за 3 месяца, в котором есть блок по Material Design. В общем-то мы этот блок проходим сразу после основ и его проходим на протяжении целых двух недель. Вы в этом блоке на моем курсе получаете практически опыт по использованию абсолютно всех виджетов. Причем материал курса обновляемый, если что-то устаревает, то это все быстренько обновляется и вы получаете актуальную информацию. Если что-то меняется, вы получаете от меня уведомления с ссылкой на видео, которое нужно посмотреть с обновленной информацией и берете себе на вооружение только современные подходы. Именно поэтому стоит записаться ко мне на курс. Итак, мы изучили Material Design. Что же дальше? На четвертом уровне, после того, как мы научились наполнять приложение виджетами, мы должны освоить уже работу с базами данных. Ведь ни для кого не секрет, главная задача программиста это умение манипулировать данными. То есть каждый программист должен уметь взять откуда-то данные, с ними что-то сделать и вывести их на экран устройства. В первую очередь мы должны освоить работу с локальной базой данных. То есть с той базой данных, которая находится на каждом устройстве и доступна только на конкретно этом устройстве. То есть мы должны научиться работать с базой данных SQLite, но напрямую с ней уже в 2021 году никто уже не работает. Все работают через специальную библиотеку Room, так как эта библиотека имеет очень крутые возможности из коробки по работе с многопоточностью. То есть когда вы несколько операций можете выполнять в параллельных потоках и они один за другим. И это очень сильно ускоряет работу вашего приложения. Кроме того, библиотека Room очень классно позволяет реализовать основной архитектурный подход MVVM. При изучении этой библиотеки вы поверхностно ознакомитесь с архитектурой MVVM и с корутинами, которые позволяют обрабатывать все эти события и ускоряют работу вашего приложения. Да, и кстати, при изучении базы данных вам также стоит изучить выгрузку данных именно в виджет RecyclerView. И виджет RecyclerView нужно очень качественно проработать, потому что он является основополагающим виджетом. И да, на курсе все мои ученики именно перед изучением всех библиотек изучают этот виджет RecyclerView самым подробнейшим образом. Это нужно для того, чтобы когда мы переходим к работе с базами данных, все ученики должны владеть этим виджетом. После того, как вы изучили локальную базу данных, целесообразно перейти к изучению базы данных на сервере. О чем я говорю? Смотрите, у нас есть мобильное приложение, допустим, с магазином, у которого есть категории товара, сами товары, цены. Естественно, все это динамично меняется, и если вы будете использовать для отображения всей этой информации с вашего каталога локальную базу данных, то при каждом изменении цены, при каждом добавлении товара, при малейшем изменении вы должны присылать вашим пользователям уведомления обновить приложение. Неужели пользователи должны использовать, обновлять приложение каждый день? Но это глупость. Поэтому в этом случае используется база данных на сервере. В данном случае используется база данных MySQL. Как это происходит? Вы подключаетесь у любого хостинг-провайдера, подключаете домен, подключаете хостинг, создаете базу данных, создаете таблицы базы данных, подсоединяете саму базу данных к вашему домену, затем вы пишете PHP-запросы, затем на уровне в самом приложении вы получаете эти данные из базы данных на сервере, то есть базы данных MySQL у себя на устройстве через специальную библиотеку Retrofit и при получении уже запускаете внутри приложения методы для работы с базой данных. Это методы создания записи, обновления записи, удаления записи, получения данных, получения данных через фильтр по определенным параметрам и очистка базы данных. Все это мы прорабатываем и у нас даже, у меня на курсе этой тематики посвящена отдельная неделя, как локальная база данных посвящена отдельная неделя, так и по работе с базой данных на сервере, также посвящена отдельная неделя. После этого, после изучения вот этих баз данных, у вас есть уже все основные навыки андроид разработчика и вам необходимо перейти к подробному изучению архитектуры MVVM, а также вы должны познакомиться с библиотеками, которые позволяют правильно работать с этой архитектурой. Это библиотеки инъекций зависимости, их существует две, основных Даггер и Коин. Также вам нужно еще использовать подробно изучить карутины, ну и конечно научиться правильно работать с ViewModel. После этого, в качестве дополнительных навыков, я советую изучить работу с облачной базой данных Firebase, которая позволяет настроить функционал регистрации и авторизации пользователей в приложении. Также вы должны изучить работу всплывающих уведомлений и освоить загрузку данных сервера через WorkManager. И конечно, для того, чтобы ваше приложение работало красиво, вам нужно изучить анимацию. В принципе это все, это подробный план по оперативному изучению андроид разработки, если вы посмотрите на программу обучения андроид разработчик за 3 месяца, ссылка на эту программу будет в описании под видео, то вы увидите, что все эти навыки прорабатываются на практике в строго упорядоченном варианте, и вы поймете, что записавшись на обучение, вы действительно сможете стать андроид разработчиком оперативно и качественно. Возможность оплаты курса помесячно дает вам гарантию безопасности. Так что я крайне рекомендую записаться, а на сегодня у меня все, с вами был проект Maboo, до встречи в четверг, всем пока.